Привет бойцы, с вами как всегда Пламбер и в этом выпуске мы протестим новые локации в королевской битве 9 сезона, поговорим о дате выхода обновления, также я объявлю результаты розыгрыша и поговорим о самых последних новостях в мире игры Call of Duty Mobile. Ну а прежде чем начать, я бы хотел поблагодарить одного из подписчиков, который является спонсором одного из боевых пропусков в розыгрыше, и да, Артурчик, это ты, я тебя поздравляю с прошедшим днем рождения, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и благополучия. Ну а вы друзья, если кто желает помочь каналу, будь то материально, будь то подпиской, будь то лайкосиком, я всегда это все приветствую. Подписка и лайкосик поможет продвинуться немножко выше каналу в рейтинге ютуба, а денежная помощь поможет развитию канала, так как в дальнейшем я планирую очень много розыгрышей. На тысячу подписчиков я разыграю 5000 CP игровой валюты, а в дальнейшем, если мне все-таки удастся быстрее купить карту захвата, которая стоит немалых денег, я планирую запускать стримы и на стримах проводить турниры. Так что друзья, у кого есть какая-либо возможность помочь каналу, я это приветствую. Ну что ж друзья, ну а мы начинаем. Единственная правда заключается в том, что наш мир огромная пороховая бочка. Вопрос в том, кто черкнет спичкой. Итак, друзья, давайте залетим на новые локации. Это у нас общежитие, застава, радиолокационная база и тренировочный лагерь. И походу я буду рассказывать, какие же у нас есть новости на сегодняшний день в мире игры Call of Duty Mobile. Итак, первая локация, которая у нас в начале карты, это общежитие. И довольно-таки неплохое, потому как обширная локация, здания очень высокие, лута очень много. И я думаю, она будет одной из карт, на которой будет месиво. Потому как, если в начале вылетать с этой стороны, все будут туда лететь. И команды 2-3, естественно, можно там встретить. Ну, как бы нормальная тема для тех, кто любит месиво такое. Ну и чтобы не растягивать видосик, я вам походу буду рассказывать о всех новостях. Итак, первая новость, это карты опыта. Они будут очень важны для всех и стоит ими запастись. Так как на прокачку одного оружия до последнего уровня потребуется от 300 до 500 фиолетовых карточек, друзья. Это немаловажно, заметьте. Вот такое вот у нас общежитие. Ну, а мы летим на вторую локацию, которую добавили. Это застава. Как по мне, на этой локации все те же строения, все те же вышки, которые мы раньше могли встретить в игре. В принципе, как я к этому отношусь? Да, нормально я к этому отношусь. Карта расширяется и между локациями остается все меньше и меньше места. Для того, чтобы мы пол карты не ездили на той же машине или тому же мотоциклу. Это, в принципе, классно. И за счет этого я поддерживаю. Но так, чтобы какая-то изюминка в этой локации была, то я как бы не заметил. Ну, может быть, вы заметите. То это да. Но я что-то такого сверхъестественного не увидел. Ну и пока мы летим на радиолокационную базу, еще одна новость. Карта терминал, которую мы с вами тестировали во втором, по-моему, обновлении бета-теста, не будет добавлена в девятом сезоне. Об этом сообщили разработчики. И я как бы понимаю, потому что размах у них был очень большой. Масштабное обновление. И, скорее всего, с этим всем они просто-напросто не справились. Вот такая вот локация. И мне кажется, это немножко уже поярче, чем те две предыдущие. Потому что в этой локации есть своя изюминка. Есть те же антенны, те же здания, вот эти спуски. Прикольная, в принципе, карта. А те две, но они как-то все равно похожи с тем, что у нас уже было в игре. Да, там добавили какие-то высокие здания в том общежитии. Но как-то все равно как-то не то. А это уже мне более нравится. Ну а как вам? Вы мне отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Ну и третья локация, которая мне очень понравилась. Это что-то новенькое в игре. Это локация тренировочный лагерь. Она состоит из трех частей. То есть, одна часть выше, там немножко ниже вторая часть. И третья часть основная в самом низу. Но она классная, друзья. Реально классная. Потому что, ну как бы, среди природы, деревьев, да, такая скрытная база, ну вообще лагерь вот такой. Шикарная локация, вообще шикарная. И она, я думаю, залетит любому. Ну и пока вы рассматриваете новую локацию, да, давайте поговорим о дате выхода обновления. Официально разработчики сказали, что датой является следующая неделя. То есть, сегодня у нас воскресенье. Завтра с понедельника можно ожидать обновления, да. Но, друзья, я думаю, что обновление выйдет 13-го числа. Потому что у нас боевой пропуск заканчивается 12-го, если я не ошибаюсь. И уже следующий день у нас, как бы, должно что-то выйти. В любом случае, 13-е число это приоритетно. Это четверг. Либо вот, смотрите, с 12-го на 13-е ночью, либо с 13-го на 14-е ночью. Но, опять же, 13-е число у нас посерединочке. И я думаю, что 13-го стоит нам ожидать обновления игры Call of Duty Mobile. Это будет нормально. И это будет правильно. Ну, а там уже, как, я не знаю. Понимаете, тут же что же опять разработчики постоянно что-то переносят. Но будем ждать 13-го числа. Я думаю, что я все-таки буду прав. И 13-го выйдет обновление. Вот такая вот локация. Она мне очень понравилась. И я думаю, она очень понравится и вам. Потому что это действительно из всех четырех самая достойная и лучшая локация, которая добавлена в этом сезоне. Ну, а мы, друзья, давайте дальше перейдем к новостям. И посмотрим, какие же награды нас ждут за рейтинг. В сетевом режиме и также в королевской битве. Вот такой вот пистолет у нас идет первой наградой. Далее за ветерана мы получаем ЛК-24. И за ветерана четвертого мы получаем такую вот наклеечку. Вот такой вот колун мы получим за профи. И, кстати, заметьте, что он немножко изменился. Убрали эту ручку, потому как на него нельзя было поставить ни прицел, ничего. В этом сезоне мы сможем на него поставить прицел и вести прицельный огонь. Ну, прикольный, кстати, колунчик. Я испытал очень даже вещь в королевской битве. Вот такой вот брелок мы сможем вешать на оружие. Ну, кстати, идея за брелки довольно-таки неплохая, я считаю. Ну, кому как нравится. В принципе, если у нас уже идет разовор о кастомизации оружия, почему бы и нет. Так что вот такой вот прикольный брелочек мы получим за профи пятого. За мастера мы получим QQ-9, друзья. Но здесь на некоторых скины не показывают. Но я вставлю в конце ролик трейлер с этими всеми наградами. И вы прекрасно сможете рассмотреть, как они будут выглядеть. Ну, а для королевской битвы у нас здесь все есть, друзья. И парашюты, и рюкзаки, и на класс десантника новый скин. И также на камуфляж на танк новый. И новый персонаж у нас появляется в этом сезоне, пилот. Ну, короче, в общем, все, что, как говорится, душа желает. Так что такие вот награды, друзья. Ну, и я вставлю, конечно, вот сейчас трейлер со всеми этими наградами. Ну, что ж, друзья, это все самые последние новости на сегодня. Ну, а мы давайте перейдем к самому главному для тех, кто этого так долго ждал. А именно розыгрыш от двух боевых пропусков девятого сезона. Итак, погнали. Вот такой вот розыгрыш, друзья. Я напоминаю, что под данным видео нужно было поставить комментарий, обязательно подписанными на наши каналы, и обязательно лайкосик. Так что, друзья, кто себя сейчас увидел в победителях, обязательно отпишитесь под этим видео, или напишите мне вконтакте, все ссылки я оставлю в описании. Ну, а тем, кто не выиграл, друзья, я напоминаю, что впереди у меня очень много розыгрышей, и даже вот на тысячу подписчиков мы будем разыгрывать 5000 CP. Так что, друзья, не унывайте, а только побеждайте. Я желаю всем крепкого здоровья, больших успехов и побед. Ну, а с вами был, как всегда, Пламбер. До новых встреч, друзья!